Дорогие друзья, вот сейчас сходили в театр Петербургской антрепризы имени Андрея Миронова, посмотрели постановку Анна Каренина, так сказать, глазами ее супруга Каренина, Алексея. Ну, в общем, первый раз мне показалось это не очень хорошо, потому что очень, как бы, первое действие. Во-первых, они не смогли показать аристократию, не смогли показать верхи чиновничества, но все было как-то очень, так, знаете, уныло. Но второе действие мне понравилось, и там даже как-то можно исполкнуть, если бы я был помоложе. И, в общем, какая-то жалость такая и к Анне, и к этому самому Каренину, хотя, в принципе, понятно, что Анна была стерва и вела себя она очень нехорошо. А его ошибка была только в том, что он пустил это все на самотек. Ну, собственно, Толстой и хотел написать такой рассказ, а потом как-то у него это все развелось 800-страничный роман, там, так сказать, картина мира, в общем, как-то так. Ну, что тут можно сказать, прежде всего, о Леве Толстом, выходя, так сказать, за пределы этого спектакля. Лев Толстой принадлежал, в общем, к русской аристократии и каким-то бокам к элите страны. Но вот отчего-то, как бы, он достаточно рано стал эту страну и ее элиту критиковать. Очень странно, конечно. И вот, особенно, когда уже пошло это его учение толстовства, и когда он-то стал проповедовать свое ненасилие, непротивление злонасилием, и у него получалось так, что, когда, допустим, какие-то террористы убивают губернаторов и великих князей, то ни в коем случае нельзя им отвечать за это насилием, то есть их судить и казнить, или там хотя бы даже сажать. Это насилие, это неправильно. А вот террористы убивают, ну что ж, ну это как бы воля народная. Хотя какое отношение они имели к народу, непонятно. Но что интересно, что кто же был идеалом-то для Льва Толстула? А идеалом для него была Великобритания. И вот, когда вот даже уже в его поздние годы уступило известие о заключении Франко-Русского Союза, то Лев Толстой выступил против. А мотивировка Лев Толстого была какая? А то, что Франц такая хорошая, такая просвещенная страна, а Россия такая темная, такая мрачная, такая костная, ретроградная. Ну так и хорошо ж, что костная Россия заключила союз передовой Франции. Глядишь, немножко передовизма к нам, так сказать, перетечет из Франции. Францу надо ругать, как она могла пойти на такое? То есть, черт и младенец. Ну хорошо, черт-то хоть немножечко, так сказать, омолодился, а младенец, да, он немножечко очертовился. Но спрашивается, чего ж тут плохого? И почему он ругает опять же Россию, а не Францию? Хотя именно к Франции должны быть претензии. А потому что, видать, в это время англичанам этот союз не устраивал, он стал устраивать много позже. И Толстой просто вот откозырял, сказал есть и выступил с такими вот заявлениями. И вот тут от Толстого плавненько перейдем к великому философу, с позволения сказать, Владимиру Соловьеву, который у нас пытались тоже и в перестройку представить крупнейшим русским мыслителем, хотя, в общем, ничего особенно крупнейшего там нет, и как-то все это движение Соловьевское быстро зачахло. Но действительно, он в конце 19 века, в начале 20-го, он гремел наряду с Серебряным веком. И вот, так сказать, читал я некоторые его работы. Ну, так, в общем, можно было и не читать. Значит, на что интересно, что Соловьев, он выступал против Толстого. То есть, верни как выступал. Неофициально, но все говорили, что очень так он его не любил. А почему? Да потому что он ему завидовал тому, что, так сказать, английские спонсоры на Толстого первое внимание обратяют. А на нем Соловьеву только второе, и ему никогда не сравняться с волом с Толстым, как бы он ни старался. То есть, знаете, близкородственная конкуренция, скажем, между волком и шакалом, она значительно, или гиеной, более жесткая, чем, скажем, между волком или там, допустим, акулой. Да. Ну и в данном случае два слова о финале Соловьева. Соловьев, ему все время мерещались черти, и он от них спасался скипидаром. То есть, он все скипидарил у себя там в своих помещениях. Вот. А потом, видимо, начал злоупотреблять и для внутренних, так сказать, процессов, внутреннего лечения. И как-то очень быстро он подурнел, у него пыли зубы, так сказать, и он достаточно быстро скончался. То есть, с этим я написал эпиграмму в стиле Пушкина. Он был философ первый номер, пил скипидар, вскоре помню. Спасибо.